Оперативно оценить обстановку, рассчитать все риски и принять правильное решение для спасателя Александра Ушакова не составляет особого труда. В профессии он уже 10 лет. Работает сутки через четверо. И пусть дежурства проходят не всегда спокойно, Александр ни разу не пожалел о своем выборе. Есть же такая философская фраза, что если ты выберешь, что ты любишь в профессии, то тебе не придется трудиться больше ни дня. Вот, наверное, я один из тех людей, кто сделал правильный выбор. Все вызовы граждан поступают для обработки в диспетчерскую. Затем объявляется тревога и личный состав уже через минуту выезжает на место ЧП. Это то помещение, из которого мы должны дозагрузить машину, если вызов предполагает, что на нем потребуется то, чего у нас нет в машине. Такое бывает. К примеру, лодки. Если это весна, провалился рыбак, либо в сетях запутался, как один раз был. Работа спасателя требует и хорошей физической подготовки. Беговая дорожка – это, соответственно, основа кардиотренировки. Тяжелая атлетика, жимы всевозможные, гантели, штанги. Ну и плюс для увлеченных скалолазанием есть скалодром. Не только спортивные тренажеры помогают спасателям быть в форме. Вот, например, манекен Гоша. На нем отрабатывают технику непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Александр делится спасать людей не просто работа, а образ жизни, к которому привык не только он сам, но и его семья. В первую очередь супруга. С ее слов она испытывает некую гордость за это, что мой муж помогает людям, мой сын тоже смотрит на меня, как на хороший такой пример. Он говорит, блин, классно людям помогать. 27 декабря Александр Ушаков отметит профессиональный праздник – День спасателя. Мужчина уверен, работать в поисково-спасательной службе он будет до пенсии. Но и после забывать о любимой профессии не планирует. Александр хочет передавать накопленный опыт подрастающему поколению. Всех, с кем я пересекался, либо на вызовах, либо на каких-то соревнованиях, всех, кто знает меня лично из спасателей, особый привет с Волжских берегов, всех с праздником. Ребята, берегите себя. Это серьезное и достойное, когда-то сложное, когда-то неблагодарное, но наша профессия. Мария Елчан, Николай Епифанов, События.